Привет и добро пожаловать на девятый. Я думаю, что это будет заключительный урок из серии Фингерстайл Плюс. Но не спешите расстраиваться, досмотрите видео до конца и вы поймете, что причин для огорчения весьма мало. В этом уроке я расскажу то, что не успел сделать предыдущих восьми. Это рассказать о обращениях аккордов, о хроматизмах, а также показать, какие существуют виды вибрато. И рассказать вообще, что такое вибрато и насколько это важно в музыке. Один известный человек как-то сказал, если вы сыграли неправильную ноту, сделайте ее правильной с помощью последующих. Еще один музыкант, Виктор Вутон, о котором я часто вспоминаю басист, сказал, что не существует неправильных нот. И басист, еще один, которого я знаю лично уже, как-то сказал, что для меня существует только одна гамма. Называется гамма-панорамма, что вижу твоя игра. Ну, это больше, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Дело в том, что хроматика или гамма по полутонам прекрасно подходит подо все вот эти вот советы. То есть, на самом деле, не существует неправильных нот. Если вы взяли, допустим, ноту ля диез, вы всегда можете ее превратить в ля. То есть, просто нужно довериться ушам, развивать слух и чувствовать, что такое устойчивый тона, и где, вернее, где устойчивый, где неустойчивый. Если вы там взяли, допустим, пришли в тонику, или... Или... Вот давайте возьмем просто пентатонику, вспомним. Первый бокс. И в пределах этого бокса можно сыграть все ноты, в принципе. Они все будут работать в той или иной степени. Лучше всего вот это, потому что это блюзовая как раз нота. Бемоль пять. Это тоже хорошо. И здесь тоже отлично. Ну, от слов к делу я придумал упражнение специальное. Вот такая фраза получилась. Подъезд именно... Хроматизма воспринимается здесь как подъезд к основным нотам. Вот эта нота принадлежит, кстати, к селедийскому ладу, о котором мы уже говорили. Шестая ступень, седьмая. Как бы... Бемоль седьмая, седьмая и тоника. И если мы добавим туда наш этот бас постоянный, и применим принцип вертикального обыгрывания, то получится следующее. Да, здесь я уже буду играть большим пальцем сверху. МИ. Кстати, тоже вот этот вот слайд, который мы все время раньше играли в турнерраунде, относится к хроматическому, потому что это разница в полтона всего. Помните, даже, по-моему, в первом уроке мы... Да и вообще часто использовали эти слайды аккордовые. Так вот, можно сыграть аккордами, используя хроматизм и тоже. КОНЕЦ Говоря об обращениях аккордов, следует отделять теоретическую часть от практической, применимой к гитаре, потому что... Давайте я немножко разъясню сейчас свою позицию. Смотрите, в теории музыки существует три обращения сабтаккордов. Это квин-секст-аккорд, терд-хварт-аккорд и секунда-хвард. Когда я слышу все эти названия, мне пропадает желание заниматься музыкой, потому что все это меня пугает. Я думаю, что многих из вас это будет пугать. Хотя, на самом деле, если разобраться, там понятно все, но все-таки на практике я лично не люблю смотреть, где там квинта, где секста между нотами. Это может быть лучше видно на пианино, да, вот на клавишных это очень наглядно. На гитаре не столько наглядно, да и, в принципе, не надо это. На практике многие аккорды, которые можно сыграть на пианино, невозможно сыграть на гитаре. И поэтому я советую рассматривать вот эти обращения больше как перенос аккорда по грифу от разных ступеней. Например, мы сейчас играем в тональности ля, поэтому первый аккорд как бы ля-а-сем, сабтаккорд, но мы его будем играть от септима. Я очень советую вам сейчас все, что я покажу, самому прокопать, проанализировать и понять, где какая ступень. Седьмая, третья, пятая, первая. Потом от тоники непосредственно. Мы, кстати, эту форму уже рассматривали, где я говорил про формы доминации от аккордов. Вот такая. Потом от терции, вот здесь. Посмотрите, это вот как было бы от тоники, а вот это от терции. Вот эту форму вы уже знаете. И последнее это от квинты. Вот так выглядит эта форма. Еще раз, да? От септимы, от тоники, от терции, от квинты. Все эти формы очень круто. Если вы выучите, вы можете их использовать в своих импровизациях. Давайте теперь возьмем материал из предыдущего пункта, хроматизмы, и сыграем все вот эти обращения. Только я не буду использовать четвертую струну, в принципе, это не совсем удобно, да и музыкально не очень. В пару местах мне не понравилось звучать. Просто возьмем часть из этих аккордов. В ре идем сюда, играем два обращения. Обратно в ля. Ми. Да, здесь уже делится на два такта. Сначала ми. И здесь можно закончить допустим, вот так. Тоже с помощью хроматизмов. В принципе, тот же. Мы подъезжаем к устойчивому тону. В данном случае это тоника. И можно повиблировать весь аккорд. Об этом, кстати, сейчас речь пойдет. В нашем третьем пункте. Это вибрато. Бывает, услышишь вот какого-то гитариста по радио, там даже не соло, а каких-то 10 секунд, может быть, какой-то проигрыш, вставка, и ты узнаешь, в принципе, большого профессионала по этим нотам. Почему это происходит? Ну, много факторов. Свой звук, своя подача, своя фразировка. И вот часть интонирования гитариста, вообще любого музыканта, это вибрато, техника вибрато. Я тут собрал очень много нарезок. Давайте посмотрим, какие есть виды вибрато и как по-разному их люди делают. Первый тип это классическая вибрато или его еще называют горизонтальная, потому что она происходит в плоскости грифа. Ну, я подробно расскажу чуть позже, да, кратко по каждому из этих видов. Пока давайте посмотрим. Вот классическая вибрато. Потом есть так называемая вертикальная или еще роковая, иногда называют вибрато. Это перпендикулярно плоскости грифа качается струна. Причем здесь различают. Есть узкая вибрато или мелкая, реже называют, и широкая или глубокая вибрато. Допустим, чем мне... Я воспитан вообще на музыке металлики легендарной группы, но до сих пор не могу, не нравится, как делает вибрато Киркхамет. Как в одном журнале, по-моему, гитароплеер или тотал гитар, его назвали C-касс вибрато. Мелкое такое. Нервное. Ну, вот, Биби Кинг, например, посмотрите, вот так он делает его. Мне лично гораздо ближе глубокая, широкая вибрато, типа Зака Вайлда. Вааа! Это вообще чувак, мега чувак просто. А если еще туда добавить искусственный флажолет, то вообще убойно звучит. Ну, тут уже, как говорится, дело вкуса. Долгое время я старался копировать перед зеркалом, как делает вибрато мой любимый гитарист Эрик Джонсон. Ну, это вообще, конечно, просто загляденье. Также еще существует так называемая циркулярная вибрато. Ну, это автор Стив Вай. Я, честно говоря, даже не умею так делать. Но суть в том, что струна водится, как бы, это одновременно смесь и классического и роков. Посмотрите, как он это изящно делает. Ну, и также, особенно в стиле Fusion это употребляется. Такими гитаристами, как Грег Хоу и Ричи Кодзен это слайдовая вибрато. Конечно, в сети очень много уроков по этой теме, особенно на английском языке. Я просто вкратце расскажу, да, вот, как классическое вибрато исполняют покачиванием пальца вдоль плоскости грифа. Просто старайтесь уже об этом задумываться, если вы до этого не применяли этот прием. это реально украшает и вселяет жизнь в то, что вы делаете. И впоследствии это может стать вашим почерком личным. То есть, если просто нота, она мертва, безжизненная. А если мы ее покачиваем, можно всеми пальцами это делать, тренироваться. Самое главное, что двигается кисть, не палец, а кисть. Вот. вертикальная вибрато. Чаще делают... Ну, тут тоже есть люди, которые отпускают большой палец и качают всей рукой. Я знаю таких гитаристов. Один из них мой знакомый. Вот. Есть, которые, вот наоборот, мне, например, вот так вот удобнее упираться большим пальцем и качать кистью вниз. Вот. Эрик Джонсон, например, я это почему-то называю бабочка. Он упирается первым пальцем чаще или вторым и тоже покачивает, ну, отпускает руку. Мне сейчас сложно сделать на этой гитаре, потому что здесь 12-й калибр струн, довольно толстые струны на акустике. Чем, да, кстати, вот забыл сказать, чем калибр меньше, тем легче делать вибрато. Ну, и чем выше по грифу, 12-й лад самый удобный, наверное, здесь струна меньше всего натягивается. Легче качать. Кстати, вот я советую посмотреть урок при вибрато, очень качественный от моего коллеги, кстати, тоже рижанина Александра Каримова. Зайдите по этой ссылочке и там он подробно рассказывает. Урок 15 минут посвящен. Вы можете потренироваться это вертикально вибрато делать. Очень качественный материал, хороший. Я долгое время не мог понять, почему у Джонсона получается делать такой красивый вибрато, а у меня нет. На самом деле, я сначала пробовал качать вверх все время, и это было очень удобно. И потом понял, что струну можно качать вниз, делать такие микробенды. И все, в принципе, стало легче гораздо. Ну и слайдовая вибрато, одно из моих любимых, когда я играл особенно на электрогитаре, я очень любил его делать. Это заключается в том, что если мы молотуля возьмем и делаем быстрые слайды на полтона вверх и обратно, ну тут дело в скорости. Если мы отработаем хорошую скорость, то это будет звучать уже как именно вот эта нота. Ну вот давайте попробуем просто сыграть простую фразу с использованием вот этих различных видов вибрато. Первое это классическое. Классическое вибрато в основном, конечно, на нейлоне играется. Ну, есть и такие гитаристы, как Ингей Мальшн, которые и на нейлоне качают широко, то есть вертикально используют. Так что... Это скорее исключение. Ну вот классическое вибрато выглядит так. Потом... Можно шире покачать, если у вас металлическая акустика. Ну и слайдовая. Вообще классно. Так что попробуйте поработать над этим, поискать тот вид, который вам подходит. Я долгое время говорю, зеркалом тонировался, снимал с Арика Джонсона, старался имитировать, искал, как бы, что больше мне подходит. Так что ищите и вы, экспериментируйте, и все у вас получится. Последнее, что скажу, несмотря на то, что кажется, что возможно это просто, то есть просто, ну как бы, люди качают струну, но на самом деле они на это качание тратят очень много лет. То есть, чтобы найти свой вибрато, нужно потратить очень много времени. Это уже как даже не техника, а поиск частички себя, своего характера, своей души. Вот так я бы сказал. Ну вот мы и добрались до логического конца. Смотрите, уроков всего получилось 9, но в каждом из 9 уроков я освещал по 3 темы. То есть, фактически, можно бы сказать, что это 27 уроков. Если вы все их прошли и отработали, я думаю, что вы гораздо продвинулись в своем музыкальном развитии. Ну, как я и сказал в начале, не стоит расстраиваться, потому что, возможно, я этот курс в будущем еще пересмотрю и чем-то дополню. Это первое. А второе, что самое главное, я думаю, что с начала учебного сезона, сентябрь-октябрь вот данного года я начну серию уже фингерстайл-рок и тоже будем говорить о всяких интересных вещах. Так что, будет чем заняться. Ну и напоследок хочу посоветовать вам пару книжек. Одну я уже рассматривал в этой серии. Это Кейт Уайт. Книжка по блюзу. Вы сможете их скачать в описании к видео. Там аудиосопровождение весьма хорошее. И вторую книжку буквально вот недавно нашел на просторах интерната. Называется Beginning Fingerstyle Blues Guitar. Тоже с аудиосопровождением и как следует из названия для новичков самое то. Я, в принципе, просмотрел очень качественный материал. Всем советую. Для тех же, кто интересуется фингерстайлом более серьезно и хочет создавать свои приложения на гитару в этом стиле, я рекомендую вот этот курс мой, который я сделал два года назад. И, кстати, этим летом я собираюсь сделать продолжение. На этом все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Всех вам благ, занимайтесь и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok